Друзья, всем привет! Меня зовут Елена и вы на канале о вышивке. Для начала я покажу вам мандалу. Это Rosarium Mandala от Shuttle Line, дизайнер Мартина Вебер. Я уже показывала итоговое видео о готовой работе, а сейчас я хочу ее показать вам в полный размер. И, конечно, получится так издалека. 60 на 60 размер этой работы. И буквально не так давно я закончила Roselights от Shuttle Line. Это дизайн 2004 года. Он, наверное, один из самых популярных, часто вышиваемых дизайнов от Мартины Вебер. Очень красивый дизайн. Он меня сразил, когда я его в первый раз увидела. Мне сразу захотелось его вышить. Потом я поняла, что там какие-то особенные материалы, которые сложно достать. Но это было где-то на начальном этапе моего увлечения вышивкой, когда я начала смотреть вообще, что есть, что люди вышивают. И вот наткнулась на фотографию отшитого этого дизайна. Его часто вышивают на цвете Натуральный Лен, Белфаст Грязный Лен. У меня он вышит на Лене Сажу 30 каунт цвет Сепи. Очень красивый цвет. Он такой розово-серый. Мне не очень нравился он по своим качествам. Он очень такой колючий. Как будто вы надели шерстяную кофту. И постоянный вот этот дискомфорт. Потому что ты к нему прикасаешься в процессе вышивки. С ним контактируешь. И где-то половину работы он мне очень-очень... Очень мне не нравилось на нем вышивать. Но когда я уже привыкла, потому что я вышивала только эту работу, когда я уже привыкла к этому, мне стало гораздо проще, потому что уже дошила достаточно легко. Вышивается очень быстро. Здесь в основном крестики. Видите, не такие уж какие-то большие элементы. Этот дизайн размером 42 на 42 см получился. Ничего здесь сложного нету. Есть шовчики, но они такие простейшие, что их выполнит любая вышивальщица, даже начинающая. Дизайн на самом деле очень красивый. Когда я его вышивала, я подумала о том, что этот дизайн, он настолько красивый по своим формам, по своим линиям, по своим цветам, что его в принципе вполне возможно вышить самыми простыми нитками. То есть там есть конверсия в DMC, конверсия бисера с делики в мелхилл. Вполне его можно вышить более недорогими вариантами, и он не потеряет своей красоты, потому что он красив именно своими орнаментами, вот этими вазочками. Единственное, что я бы оставила, основные нитки. Вот эти красивые нитки, которыми вышиваются листочки. Я обязательно покажу поближе дизайн, вы увидите эти цвета. То есть я бы, может быть, все-таки приобрела вот эти вещи. Остальное, в принципе, можно использовать те цвета, которые прилагаются в конверсии к этому дизайну. Очень красивый. Музыка. 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 А теперь расскажу по материалам, что у меня осталось. Полностью у меня остался моточек Silken Colors, Straw Flower. То есть его покупать не нужно. Говорю это с уверенностью, потому что я не экономная вышивальщица. И раз он мне не пригодился, то экономным он тем более не пригодится, потому что от этого цвета есть даже и небольшой остаток. Смотрите, как много осталось ниточек Threadworks. Их здесь вообще в мотках было по 20 ярдов. Я не знаю, есть ли они мотками поменьше метражом, но 20 ярдов это приблизительно 10 метров. То есть если в ниточках DMC 8 метров нитки Mouliné, то здесь их было 10 метров. Они сразу идут нарезанные. Но цвета такие, которые обязательно мне пригодятся в примитивах. Это зеленые, самые такие распространенные цвета. Они с переходами, с очень красивыми. Что касается бисера, то мне всего хватило. Хотя тут осталось тоже так достаточно много. На еще один отшив не хватит только золотого. Я его пришила, как я обычно это... У меня бывает пришила не туда, куда он мне нужен, какой-где ошиблась. Не в то место пришила. И поэтому у меня значительно больше. А остальных, в принципе, мне кажется, хватит на еще один такой отшив. Вполне. Вот этой ниточкой ирис я вышила только центральный элемент. Она такая толстенькая. И вышила я его в самом конце. То есть сначала все вышила, а потом уже зацепляясь за ближайшие крестики, крепила ниточку и вышивала вот этот центр. В принципе, нормально ей вышивать, но она очень скользкая. Поэтому, допустим, крылышки стрекозы я бы ей не стала вышивать. Они вот у меня вышиты в одну ниточку DMC. Соответственно, вот эта нитка, она более толстая, посмотрите. И не было бы вот этого ажурного узора, если бы я вышивала ей. Мне так кажется, да? Я не знаю, как другие вышивальщицы. Ну и мне кажется, что ее бы не хватило на весь дизайн. Но это мне только кажется. Я на 100% утверждать не могу. Полностью ушли все ниточки Wix Day Vox. Их даже немножко не хватило. Ну и экономным вышивальщицам, я думаю, хватит. Мне не хватило. И вот, пожалуйста, бобинка Rainbow Gallery, которая осталась. И она так уже просвечивает. То есть ее ушло, ну, наверное, половина. Так как здесь некоторые трежерсы сняты с производства. Вот здесь, к примеру, в этой зоне должны быть красная и белая розочка. Розочки нету, соответственно, положены цветочки замена. Вторая розочка есть. Но они совершенно из разных серий. Здесь такой цветочек, а здесь именно розочка. Соответственно, я пришила две, так как в комплекте. В наборе было две. И эту розочку разместила вот здесь под инициалами. Здесь я зашифровала уже свое событие, которое касается нас с мужем. Не буду вдаваться в подробности, потому что не особо люблю все эти вещи личные таки афишировать. Ну и покажу дизайн, над которым я работаю сейчас. Это Emi Khan. Дизайн от Hands Across the Sea Samplers. Так, я покажу вам превью. Его вышивает Юля Шнитка. С канала Юля Шнитка его вышила уже Инна Джагис. Очень красивый дизайн. Он самый первый, который понравился мне вообще из всех этих сэмплеров. Такой сказочный, сказочный сэмплер. Здесь много животных, птичек. Ну и цвета очень такие красивые. Он достаточно необычный, на мой взгляд, по своему дизайну. И вышиваю я его на своем любимом станочке сейчас. Это напольный станок. Такой с пяльцами на 25 сантиметров в диаметре. Вот. Значит, что у меня... Мне не нравится на этой вышивке. Я покрасила Newcastle получаемый кофе. И у меня этот цвет сливается в мой сэмплер. Вот этот цвет у меня, видите, очень-очень близкий. Решила вот этот цвет использовать. Сделать такой немножко бэкстич, чтобы все-таки эти фонарики на беседке было заметно. Также я пыталась использовать вот эту ниточку. Это как раз из Rose Lights. Одна из ниток. Думала, может быть, вот этот цвет будет больше светиться. И я его попробовала сделать в фонариках, да. Но вы видите, он получился какой-то более белый, и что тоже сливается с цветом основы. Соответственно, тоже мне не нравится. Конечно, основа бы желательно чуть-чуть потемнее, и тогда это бы все заиграло более интересно. Но я ленивая вышивальщица, пришивать мне неохота. Поэтому я вот здесь, смотрите, в цветочках, в цветочках, фонариках, я сделала бэкстич вот этим цветом. 3741 французский шелк. Он такой более блестящий. Красивые цвета, конечно. Но вот такая вот у меня есть проблема. Кто будет вышивать этот сэмплер, конечно же, смотрите, повнимательнее подбирайте основу. Может быть, лучше сначала иметь при себе ниточки, а потом уже прикладывать, какую основу лучше взять, да. Чтобы вот эти все красивые места, самые красивые, да, они все-таки выделялись. Субтитры создавал DimaTorzok